Меня зовут Тагир Валеев, и я работаю не так давно в компании JetBrains. Тоже вот почему-то Jet и XLCO Jet был, и конференция у нас JetConf. Это все вроде как случайное совпадение, хотя кто знает. В JetBrains работать классно, но у нас разговор сегодня будет не об этом, а о Stream API в восьмой Java. А кто из вас вообще использует восьмую Java в продакшн? О, почти все. Отлично. Это значит, что вы пришли куда надо. Я уже делаю не первый доклад про Stream API. Я в этом году разговаривал на конференции в Новосибирске, на J-Break, на J-Point в Москве и на Joker в Санкт-Петербурге. И этот доклад, это будет некоторая смесь, будет несколько слайдов с J-Break, несколько слайдов с J-Point, несколько с Joker. Но если вы вдруг видели все три, будет еще штук 10 уникальных слайдов, которых не было раньше, поэтому какой-то эксклюзив все равно будет. Если кто-то вдруг ни разу не видел моих презентаций и вообще не знает, кто перед вами стоит и почему мне можно верить, пара слов. Я написал такую бесплатную библиотечку, StreamX, которая называется. Она расширяет возможности стандартных стримов, просто потому что в стандартных стримах много чего не хватает для нормальной жизни. И когда я ее писал, я старался ее сделать, во-первых, как можно более быстрой, местами какие-то вещи даже быстрее, чем в стандартных стримах, но и при этом дружелюбные к параллельной обработке. И чтобы этого добиться, мне пришлось довольно глубоко копнуть стрим API. И когда я его копал, я тоже там находил какие-то странные вещи, они мне не нравились. Я их пытался исправлять, посылал патчи в OpenJDK и послал их довольно много. То есть в девятой Java есть даже какие-то кусочки моего кода. В основном это оптимизация производительности, но удалось даже несколько фич протихнуть. Ну а самое главное в том, что я просто очень люблю стримы, они мне прям нравятся. Я считаю, что стримы – это классная фича. А вот кто со мной, кто считает, что стримы – это было здорово, поднимите руки. Почти все подняли. Отлично. А есть люди, которые считают, что стримы не нужны и зря их сделали, и вообще без стримов было бы лучше. Кто против стримов? Нет ни одного. Не стесняйтесь, мы толерантны к меньшинствам. Мы не будем вас бить. Нет ни одного. Ну надо же. В Петербурге подняли руки. Но я гуглил на эту тему, есть ли люди, которые против стримов. Оказалось, есть целое буддийское сообщество, которое называется Against the Stream. И, возможно, вот там как раз все они. Но, я думаю, среди вас таких нет. Так что мы продолжаем. Некоторое время назад я подумал, какую бы ассоциацию провести со стримами. И, возможно, виной всему непрекращающийся ремонт в моей квартире. Но мне показалось, что стримы очень похожи на элементы водопроводной системы, потому что вода протекает через набор функциональных блоков. И там есть и фильтры, и какие-то счетчики, регуляторы. А в конце есть даже коллектор. И в стримах, как вы знаете, тоже часто бывает коллектор в конце. То есть, вот смотрите, мы берем, например, источник. Из него падают какие-то элементы. Вот он у нас есть. Потом мы хотим, скажем, с этим источником что-то сделать, как-то эти элементы трансформировать. Ну, например, их сжимать. Блок трансформации, он в стрим API называется map. И, соответственно, мы этот map делаем. Потом мы хотим, например, отфильтровать какие-то элементы. Скажем, нам не нравятся желтые. И вот такой вот есть у нас блок фильтрации, который желтые элементы из стрима удаляет. Ну и, наконец, когда мы все это сделали, нам нужно куда-то это подать. Ну, например, вывести на экран. У нас есть блок вывода, который берет их и печатает. Это, соответственно, делается, например, через forEach. System.out.println. И вот мы берем эти блоки, вот так вот их друг с другом соединяем. И у нас получается такой классный конвейер, в котором все элементы обрабатываются. И это здорово, прекрасно работает. Предположим, мы хотим как-то что-то поменять. Скажем, хотим добавить счетчик. Счетчик можно сделать очень просто. Добавить операцию пик. И вставить, там, какую-нибудь атомную переменную увеличивать. Мы его можем вставить в разные места. Кстати, он будет работать по-разному. Предположим, мы его хотим вставить до фильтрации, чтобы в том числе считать те, которые мы потом выкинем. Пожалуйста, берем вот этот наш конвейер, раскручиваем здесь, вставляем вот туда, закручиваем. И получается прекрасно со счетчиком. Это совершенно классное чувство. Это все работает. Это круче, чем конструктор Lego. Возможно, именно поэтому многие люди идут в водопроводчики. И многие вот на этом останавливают свое изучение Stream API. То есть они просто к этому относятся как к магии, которая работает. Ничего в этом предосудительного нет. Но я вот люблю покопаться внутри. Я хочу узнать, а как конкретно оно работает, и когда оно ломается, и может ли произойти что-то странное, если мы что-нибудь с этим сделаем. Если вы тоже хотите покопаться, что происходит внутри, то, пожалуйста, слушайте дальше. Вот давайте для разогрева начнем с очень простого примера. Выполним с помощью Stream API такой код. И что он нам вернет? Кто скажет? Опасаетесь ошибок на единицу. Правильно. Он вернет 99, конечно, потому что мы считаем с единицы, а 100 не включается. Есть range closed, который включает, а range не включает. Но это я специально, чтобы вы не спали. Больше я вас так подкауровать не буду. Будет, конечно, 99. Давайте вот теперь честно с нуля считать до одного квинтиллиона. Квинтиллион в лонг влазит. Здесь проблем никаких нет. И что вернет этот код? Ну, понятно, он вернет квинтиллион, но это с теоретической точки зрения. Что-что? Каунт возвращает лонг. Во всех типах стримов каунт возвращает лонг. С практической точки зрения, да, эта программа зависла, потому что на современном компьютере она будет выполняться примерно 20-30 лет, потому что операция аккаунт в восьмой джаве, она всегда берет эти все элементы, пальцем пересчитывает, сколько бы их ни было, даже если заранее известно. То есть тут же очевидно, сколько их будет. Но что интересно, этот момент в девятой джаве исправили. То есть в девятой джаве, если мы это запустим, то мы действительно очень быстро получим один квинтиллион. Был такой вот специальный тикет оптимизировать стрим-каунт для сайза стримов. Что же такое сайза стримы? Чтобы это понять, нужно посмотреть, откуда вообще стримы берутся. Любой стрим берется из сплитератора. Это такой интерфейс, который появился в восьмой джаве, и это его иногда называют итератор на стероидах. То есть он может работать примерно как итератор, но может больше. В частности, как и итератор, он может обходиться по одному с помощью метода try-advance. Можно также обойти все оставшиеся элементы с помощью метода forEachRemaining. Главная фича, которая позволяет делать параллельные стримы, это сплитератор try-split. Попробуй поделись на две части, и если это успешно, то сплитератор делится на два куска, каждый из которых можно обрабатывать независимо, например, в разных потоках. Но при этом сам сплитератор ничего с потоками не делает, он просто делится на две части. Но даже если вас не волнуют параллельные стримы, он все равно лучше, чем просто итератор, потому что у него еще есть характеристики, и он может выдать оценку своего размера с помощью метода estimate-size. Вот характеристика этих всего восемь, и в восьмой, и в девятой джаве новых не добавилось. И в данном случае как раз о характеристике size идет речь. Это означает, что сплитератор точно знает свой размер. То есть легко понять, что это работает для большинства неконкурентных коллекций, там ray-list, если вы от него создадите стрим, там 3-set, если вы от него создадите стрим, ну и, естественно, in-stream.range или long-stream.range, он тоже знает свой размер. И тогда метод estimate-size возвращает его точно. И count смотрит, у нас размер известен, зачем мы будем что-то делать, мы можем его просто вернуть. Что интересно, опять же, эта оптимизация, она может поломать существующий код, который был написан каким-то странным, неправильным способом. И я, в принципе, даже не думал такой слайд показывать, но потом я этот код реально увидел. То есть люди почему-то так пишут, им кажется, что так, не знаю почему, но пишут. В данном случае операция peak, она обычно используется для какой-нибудь отладки, но она производит побочный эффект. При этом она не удаляет, естественно, характеристику size, потому что элементы стрима никак не меняет, их количество в том числе не меняет. То есть если в 8-й Java мы это делаем, то count будет по одному перебирать элементы и вызывать эти ваши методы process in another way. При этом люди пишут count просто потому, что хотят какую-нибудь терминальную операцию, чтобы стрим, в принципе, запустился. Им не нужен этот count, просто выбирают самую простую и даже не используют результат. Однако в 9-й Java count решит, мне размер известен, я просто вернулись в точка size и не буду ваши эти процессы выполнять. Так что не делайте так, пожалуйста. Ну и вообще лучше такого кода, в принципе, избегать. То есть стрим не должен создавать побочных эффектов по-хорошему через свои промежуточные операции, потому что это просто не по концепции. Если мы поговорим про другие характеристики, довольно важная характеристика Ordered, которая, хотя она влияет сейчас только на параллельные стримы, но про это в документации не сказано. Это означает, что порядок элементов в стриме важен. Если он не важен, то можно применить какие-то оптимизации, которые не сохраняют порядок. Вот был, например, разговор, если мы хотим стрим отсортировать, даже не параллельный. Если у нас исходный стрим был неупорядочен, то мы можем применить нестабильный алгоритм сортировки, потому что порядок нам все равно не важен. А нестабильные алгоритмы, как правило, быстрее. В 8-й и в 9-й Java этого не сделано, но это вполне может появиться. Поэтому если вы создаете свой источник, то, пожалуйста, следите, чтобы у вас эта характеристика была, если она вам нужна. Про характеристики sorted и distinct вы, в принципе, можете догадаться. Например, если у нас источник — это 3-сет, то он эти характеристики сообщает. И тогда, если у вас дальше встретится операция sorted, то сортировки никакой не будет, потому что мы знаем, что и так вход отсортирован. Таким образом мы оптимизируем. И то же самое с distinct. Если у нас дальше операция distinct, то она ничего не сделает, потому что уже заранее известно, что элементы уникальные. Вот про distinct давайте еще немножко поговорим. Ну вот мы уже упомянули, что есть long stream, а еще есть int stream, double stream и просто stream. Кстати, вы знаете, что это все интерфейсы, а не классы. Кто не знал, что это интерфейсы? Есть такие люди? Вот здорово, вы уже что-то новое узнали. Ну, а кто не знал, что вот эти вот int stream, long stream, double stream существуют? Все знали. А, нет, есть такие люди. Ну, пара честных попалась в зале. Но, казалось бы, зачем это все нужно? Можно же писать stream integer, stream long, stream double и пользоваться. Зачем нам плодить сущности? Для чего они нужны? Что-что? Примитивами. А примитивы чем лучше? Правильно, памяти меньше, и примитивы быстрее. Все знают, что с примитивами все быстрее. Вся документация, все тюториалы говорят, примитивы, они быстрее. И используйте примитивы, где возможно. Но мы же с вами не привыкли верить документации, а уж тюториалам верить, это вообще мавитон. Поэтому мы будем все проверять. Никита. Давайте вот это проверим, этот факт. Быстрее ли у нас примитивы. Для этого возьмем в восьмой java, напишем маленький бенчмарк. Бенчмарк будем писать на gmh. Ну, я думаю, многие из вас знают, что такое gmh. Для начала подготовим тестовые данные. Возьмем миллион случайных чисел от нуля до тысячи. И в первом случае мы их засунем в примитивный массив, а во втором случае в боксированный. Причем так как мы генератор случайных чисел пересоздали и инициализировали его одним и тем же числом, то числа будут абсолютно одинаковые в том же порядке. То есть данные вообще одни и те же. Просто в одном случае примитивы, в другом боксит. Ну и напишем два теста. В одном тесте возьмем не примитивный stream, stream integer, а в другом тесте int stream. А дальше, например, посчитаем число уникальных чисел вот в этих наборах данных. И оказывается, если этот бенчмарк запустить в восьмой Java, то примитивный stream медленнее. Он не сильно медленнее. Там вот процентов на 10, но тем не менее это статистически значимое отличие. Погрешность очень маленькая. И вот такой вот удивительный результат. В девятой Java получается чуть-чуть быстрее, но даже там не вдвое. Хотя от примитивов можно было ожидать, что и раз в пять ускорится. И давайте попробуем разобраться, почему так происходит, почему int stream distinct не работает быстрее, чем stream distinct. Ну а чтобы разобраться, надо посмотреть реализацию. А, кстати, где мы ее будем смотреть? Если у нас distinct, int stream это интерфейс, где смотреть реализацию? Кто-нибудь знает? Никто не знает. Здорово. Значит, я тут не зря стою перед вами. Большая часть реализации stream API, за исключением там логики, связанной со сплитераторами, она лежит в пакете java.util.stream. И помимо вот некоторого количества публичных классов и интерфейсов, там есть еще довольно много package private классов. И если вы хотите изучать устройство, то начните с класса abstract pipeline, и от него напрямую наследуются классы reference pipeline для stream, int pipeline для int stream и long pipeline, double pipeline аналогично. Это только верхушка айсберга. На самом деле там гораздо больше всяких классов, но начать стоит отсюда, и мы можем сходить в int pipeline distinct и увидеть там такую незатейливую реализацию с вот таким замечательным комментарием. Not very efficient. То есть по факту мы тестировали вот это. У нас создается примитивный стрим, а потом он превращается в boxed, и потом мы делаем тот же самый distinct, что и сверху на тех же самых числах, и это уже stream integer. А потом мы его снова unboxим и уже потом считаем count. Ну, unboxing он практически не съедает времени, а вот boxing здесь, собственно, оказывается важным, потому что в первом случае все integer объекты уже заранее созданы, они у нас есть, а во втором случае нам их приходится создавать, выделять в куче, и иногда еще garbage collector начинает работать. Это мы можем проверить, если мы запустим бенчмарк с опцией профилирования garbage collector. В первом тесте у нас выделяется 48 килобайт памяти. Это в основном нужно для поддержания хэшсета внутри distinct, чтобы он повторяющиеся элементы, ну, знал, какие уже были. А во втором случае у нас выделяется 13 мегабайт памяти. Понятно, они не одновременно выделяются, они появляются и исчезают, там короткоживущие объекты, но тем не менее это приводит к дополнительным накладным расходам. И я вас немножко успокоил, это, пожалуй, единственное исключение, когда примитивный стрим работает медленнее, обычно он все-таки работает быстрее и значительно. Почему этого не сделали? В восьмой Java и в девятой на самом деле не исправили. Просто потому, что в JDK нету примитивных коллекций. Возможно, вы знаете, есть библиотеки с примитивными коллекциями, там TROV, Колобок, FastUtil и так далее, но в самой JDK их нет. Ну и, в принципе, вроде бы int-хэш-сет не так уж сложно было бы реализовать, но нам еще нужен long-хэш-сет и double-хэш-сет, а еще есть параллельные стримы, параллельные бывают ordered и unordered. Для ordered нам нужен linked-int-хэш-сет, для unordered — concurrent-int-хэш-сет и еще long и double. То есть нам нужно на самом деле девять разных примитивных коллекций, которые пришлось бы в JDK запикнуть. Это довольно много кода, с concurrent там еще сложно, и никто, естественно, не хочет этим заниматься. Все молятся на специализацию дженериков, которая, возможно, появится в 10-й Java и как бы решит эту проблему волшебным образом автоматически. Но давайте еще немножко поговорим про distinct. Вот у меня такие есть генераторы физические случайных чисел, кубики, хотя они на самом деле и косаэдры. На них есть числа от 1 до 20. И вот мы хотим получить сумму пяти таких случайных чисел от 1 до 20. Ну а как это сделать с помощью Stream API? Можно взять наш тот метод int, который мы уже использовали, однако у нас будет небольшая проблема, потому что числа-то могут повториться, а мы хотим посчитать сумму пяти различных псевдослучайных чисел от 1 до 20. Как же сделать, чтобы они не повторялись? Ну если мы просто добавим distinct, мы, конечно, удалим повтор, но мы его не заменим ничем новым, у нас будет 4 там, например, или меньше даже чисел. Видимо, реализация должна быть вот какая-то такая. Мы возьмем другой метод int, у которого мы ему не указываем длину стрима, а просто говорим, давай генерируй нам числа от 1 до 20. Потом, соответственно, возьмем из них неповторяющиеся, distinct нам повторы выкинет, потом мы этот стрим ограничим сколько нам надо пятью числами и суммируем. Эта реализация действительно сработает, тут никаких подводных камней, все классно. Но давайте попробуем ее распараллелить. Вообще про параллельные стримы мнения очень сильно расходятся. Вот кто-нибудь считает, что параллельные стримы – это классная фича и здорово, что она появилась в восьмой Java? Так вот, жиденько, но есть люди. А кто считает… А есть люди, которые используют параллельные стримы в продакшене? Надо же, ну раз-два. Но я, кстати, сегодня на слайде видел параллельный стрим. По-моему, у ребят из Канады, да? Там они в веб-сокетах своих его как-то использовали. А есть люди, кто считает, что параллельные стримы, они абсолютно не нужны, и вообще зря их сделали, из-за них больше проблем, чем пользы. Есть такие люди. Но вы не одиноки на самом деле. У вас довольно много таких. Я считаю, что параллельные стримы, они просто опередили свое время, и мир просто еще не готов к ним. Но когда-нибудь придет их черед. Так или иначе, давайте попробуем распараллелить. И как будто бы это сделать не очень сложно. Надо просто дописать где-нибудь слово параллел, или после int, или после distinct, или после limit. Все эти варианты компилируются. Возникает вопрос, а где дописать? Есть ли вообще разница между этим? Кто считает, что разница есть? Вас очень много, наверное, где-то половина. Но если вы так считаете, это скорее не ваша вина, а вина разработчиков Java, потому что они этот вопрос плохо документировали и плохо вообще освещали во всех учебных материалах. Он как-то прошел мимоходом. В предварительных версиях проекта Lamp действительно разница была. То есть параллелилась только после слова параллел. Сейчас это работает по-другому. Сейчас на весь стрим создается некоторая структура данных, и в ней есть булева переменная параллел. И, соответственно, если вы пишете точка параллел в любой промежуточном месте, между любыми промежуточными операциями, она просто этот булев флажок в true устанавливает и больше ничего не делает. А уже когда вы выполняете терминальную операцию, например, сам, она смотрит, в каком состоянии этот флажок, и в зависимости от этого выбирает разную стратегию выполнения. То есть, в частности, если вы напишите вот такой вот код, параллел, distinct, limit, sequential, sum, выглядит так, будто бы distinct и limit будут параллельно выполнены, а сам последовательно. Ничего подобного. Параллел установит флажок, sequential его сбросит, и сам выполнит все последовательно. На эту тему тоже был баг в OpenJDK. Прояснить документацию. И там дописали пару абзацев. То есть, сейчас в девятой Java там написано более понятно, но и надеюсь, что тут непонимание у людей исчезнет. Нам это упрощает жизнь. Нам не нужно тестировать все варианты. Мы можем протестировать любой. Вот давайте пишем обычный стрим. И на моей машине, у меня четырехъядерная машина, без гипертрейдинга, я запустил это дело, и получилось там 286 наносекунд. Кто считает, что параллельный стрим быстрее отработает? Раз, два, три, четыре, пять. Есть в зале наивные люди. Но на самом деле, даже если бы я не делал никаких замеров и не изучал этот вопрос глубоко, я бы в это просто не поверил. Потому что, ну смотрите, 286 наносекунд – это очень мало. То есть вы представьте, у вас тактовая частота процессора, ну там 3 гигагерца, например, это тысяча тактов всего. А за это время что нужно? Нужно создать подзадачи, раскинуть их по отдельным каким-то тредам. Эти треды как-то между собой синхронизировать. Там общий результат как-то свести в кучу. Но накладных расходов явно получится больше. То есть за тысячу тактов никак. Я думаю, что где-то там раз в 10, 20, может быть 30 будет медленнее. Это, на мой взгляд, разумное предположение, кто с ним согласен. Гораздо больше людей согласны со мной. А кто считает, что параллельный стрим на самом деле будет сильно медленнее? Прям вообще раз, например, в миллион медленнее. А вы подняли руку и опустили. Вы считаете, во сколько раз будет медленнее? В тысячу. Хорошо. А есть люди, которые считают… Так же, да? Отлично. А есть люди, кто считают, что параллельный стрим вообще зависнет и в принципе не завершится? Вот я даже не знаю, кто был больше прав. Кто поднял руку, когда я сказал в миллион раз или кто поднял руку, когда я сказал зависнет. Да. Потому что параллельный стрим будет медленнее в 670 квадриллионов раз, по моим оценкам. Я этого не проверял. Это совершенно случайное совпадение, что у меня та же картинка, как в докладе Владислава. Но если вы считаете, что гибернейт там медленнее, чем JDBC, вспомните про параллельные стримы. Вот параллельные стримы на самом деле медленнее. И самое удивительное даже не в том, что они будут работать так долго, а в том, что они через 6 тысяч лет, по крайней мере теоретически, завершатся и выдадут корректный результат. Давайте попробуем понять, почему так происходит. И чтобы это понять, стоит посмотреть реализацию лимит, потому что в ней кроется вся проблема. А реализации лимит на самом деле штуки 4 есть в стрима API. И нас интересует реализация для стрима, который не упорядочен и который параллелен. Стрим, который создают рендом, он не упорядочен, потому что в случайных числах порядок вроде бы смысла не имеет. И используется специальная реализация операции лимит, который работает с неупорядоченными стримами. Ну а как сделать неупорядоченный параллельный лимит? Казалось бы, это несложно. Мы берем какой-нибудь счетчик, atomic clone, например, увеличиваем его на единицу. Если мы лимита своего достигли, то все, говорим, стрим закончился, до свидания. Все, мы уже получили сколько надо элементов. Если же лимита не достигли, то мы у вышестоящей операции просим, дай-ка нам еще один элемент. Ну и, собственно, эта реализация, она бы работала, если бы она была действительно в JDK. Но авторы Java решили, что она не очень эффективна, и они придумали более эффективную реализацию. Потому что у вас атомный счетчик, и если много трэдов к нему одновременно обращаются, возникает большой контеншн. Они его пытаются постоянно обновлять, и из-за этого будет замедление. Давайте сделаем хитрее. Давайте обновлять его не каждый раз, а раз в 128 элементов. То есть мы его увеличим сразу на 128, а потом 128 элементов будем тянуть из вышестоящей операции, и, соответственно, счетчик трогать не будем. Это очень классная идея, и она отлично работает, если у вас там был бы лимит миллион, например, или даже лимит там 10 тысяч. Но это очень странная идея, если у вас лимит 5, потому что зачем вам 128 элементов, если вам всего надо 5. И тем не менее это так работает, но в нашем случае ситуация еще хуже, потому что можем ли мы вытянуть у вышестоящей операции 128 элементов? 20-то мы вытянем, а вот на 21-е у нас возникнут проблемы, потому что лимит скажет, дай-ка нам 21 элемент, и дистинкт скажет генератору случайных чисел, дай нам 21-е случайное число, скажет, ну, 15. Дистинкт посмотрит у себя так, 15 было, дай еще одно, скажет, 5, 5 тоже было, дай еще одно, скажет, ну, пожалуйста, 12, 12 тоже было. И этот праздник жизни, его никто не остановит, потому что дистинкт будет свято верить, что ему что-то другое дадут, а генератор случайных чисел ничего другого не даст. Мы ему сказали, не давай ничего другого. В принципе, это должно было теоретически зависнуть, но практически есть такой комментарий к вот этому методу инс, что на самом деле там не бесконечное число элементов, а их всего лишь long max value. поэтому рано или поздно это все закончится, и рэндом скажет, все, случайные числа кончились. Мне это поведение, лимит, показалось немножко странным, и я садмитил как раз патч в девятую джаву. В девятой джаве этой проблемы нет, и работает так, как я и ожидал, ну, в 25 раз примерно медленнее. Но на самом деле это не баг. Это performance optimization, что называется. Потому что никто вам не обещал, что если написано limit 5, то он действительно вычитает 5 элементов. Нигде не написано, что короткозамкнутая операция, она вычитывает вот ровно столько, сколько в ней написано. И в параллельных стримах это почти наверняка, но с другими исключениями мы еще сегодня познакомимся. Давайте посмотрим еще один пример с параллельными стримами, на этот раз с операцией skip. Вот такой простой код. Мы возьмем числа от нуля до 100 миллионов и пропустим первые 99 миллионов и засуммируем. А потом попробуем то же самое распараллелить. Ну, у меня на машине там верхняя заняло 100 миллисекунд примерно. Я уже напоминаю, у меня четырехъядевная машина без гипертрейдинга. Ну и по логике нижнее должно было, ну, наверное, в 4 раза быстрее работать. Но мы давайте не будем впишать, давайте почитаем документацию. Мы же люди умные. И в документациях методу skip написано вот так вот. Может быть очень дорого для упорядоченного параллельного стрима, особенно для больших значений n. и это как раз наш случай. У нас ран большой, 99 миллионов у нас стрим упорядоченный параллельно. То есть все эти условия соблюдаются, значит, наверное, нам не повезет. Наверное, параллельный стрим будет все-таки медленнее, чем последовательный. Кто считает, что медленнее будет параллельный стрим? Человек, наверное, 10 считает. Хорошо. А кто считает, что параллельный стрим все-таки будет быстрее? Ну, хотя бы раза в два. А кто считает, что параллельный стрим будет там в 10 раз быстрее? По-моему, одни и те же люди руки поднимают. Вы не уверены, наверное. Ну, правильно, делайте, что не уверены. Параллельный стрим будет быстрее в 75 раз. Хотя я напоминаю, что у меня четырехъядерная машина. Как такое могло произойти? Стоит разобраться с устройством операции Skip. На этот раз действует оптимизация для источников, которые одновременно и сайзат, и сапсайзат. То есть характеристика сапсайзат означает, что наш источник не только знает точно свой размер, но и после каждого выполнения три-сплит, обе части, которые получатся, они тоже знают свой размер, и если они будут дальше делиться, они всегда будут знать свой размер. Источник ренч, он логично как раз такой, потому что он делится там 100 миллионов на две части по 50 миллионов, потом на 4 части по 25 миллионов. Логично, что размер в каждом случае посчитать несложно. И параллельный скип, когда он выполняет три-сплит, он сразу же смотрит. Ага, у нас получился первый кусок длиной 50 миллионов, а нам нужно 99 миллионов пропустить. Мы его вообще выкидываем и забываем про него. Дальше делим, следующий тоже выкидываем. И так мы очень быстро пропрыгиваем до последнего маленького кусочка, который уже обрабатываем. В принципе, такую оптимизацию можно бы было сделать и в последовательном стриме. Никто нам вроде бы не запрещает вызывать три-сплит в последовательном стриме, просто потом не создавать потоки, в одном потоке все обработать. Но есть на самом деле ряд объективных причин, по которым три-сплит не вызывается. Если кто захочет, потом можете со мной это обсудить. Вот, собственно, два ярких примера, по которым параллельный стрим может оказаться как сильно быстрее, чем вы ожидали, так и сильно медленнее, чем вы ожидали. Поэтому от параллельных стримов вообще непонятно, чего ожидать. Никогда не пытайтесь догадаться. Даже я не всегда могу догадаться, что произойдет. Стоит всегда измерить, сколько будет ваш параллельный стрим работать перед тем, как параллелить. Но, как мы уже поняли, в продакшене параллельный стрим используют от силы 2-3 человека. Давайте перейдем к более жизненным примерам. Вот практически в каждом проекте, наверное, у вас есть какие-нибудь древовидные структуры. Я представил древовидную структуру в виде одного класса, максимально ее упростив. У вас есть узел дерева и у него есть дети. Если это, соответственно, листовой узел, то список детей просто пустой. Вот и все. И мы хотим сделать метод allNodes, который вернет этот узел, стрим из этого узла и всех его дочерних, внуков, правнуков и так далее. То есть все под дерево вернет в виде одного стрима, в виде поиска в глубину. Если у вас этот метод есть, вы очень быстро поймете, насколько он удобен. То есть какие-то вещи, которые до этого вы, может быть, делали с помощью там визитеров или какого-то еще бойлер плейта, там рекурсивных функций, вы сможете сделать очень легко. Вам нужно посчитать число элементов в поддереве. Пожалуйста, allNodes.count. Вам нужно поддерево собрать в коллекцию, там allNodes collect to list. Найти, есть ли в поддереве элемент, удовлетворяющий условия, allNodes any match, там что-нибудь. Это суперудобно. Вопрос в том, как это реализовать. И такая довольно прямолинейная реализация будет выглядеть вот так с помощью стрима API. То есть если у вас список детей пустой, мы возвращаем стрим из одного элемента из себя, а иначе мы конкатинируем стрим из себя и берем стрим из детей, с помощью операции flatmap вызываем сами себя. То есть тут такая завуалированная рекурсия, которая проявится, когда вы этот стрим начнете выполнять. И самое классное здесь, это вот эта операция flatmap, которая умеет вам стрим стримов превратить просто в стрим. Она вообще очень классная, она позволяет решить многие задачи, которые без flatmap были бы неразрешимы, либо решались бы как-нибудь очень сложно. Ну вот, например, простой пример. Вам нужно конкатинировать много стримов. Вы с помощью стрим-конкат это будете делать вот таким некрасивым способом, а с помощью flatmap вы можете написать стримов, перечислить все ваши стримы, и потом flatmap на идентичную функцию вам их вытянет в одну цепочку. Или еще один пример. Я не буду вдаваться в реализацию, я ее объяснял на конференции J-Break. Она такая немножко зубодробительная и для больших фанатов функционального программирования, но тем не менее это изящный способ получить дико этого произведения нескольких коллекций. То есть если у вас есть список списков, то запустив вот этот вот стрим, вы получаете все возможные комбинации из первого списка, из второго, из третьего. Их может быть на самом деле сколько угодно. Там AX1, AX2 и так далее до CY3. То есть опять же этот код был бы невозможен, если бы не было операции flatmap. Это классная операция, но возникает вопрос, хорошо ли она реализована. Первая плохая новость то, что flatmap никогда не параллелится внутрь вложенного стрима. То есть, например, у вас есть два списка и вы хотите их единообразно обработать с помощью for each. Вы, соответственно, делаете flatmap list stream. Но после этого, даже если у вас очень много ядер, максимум, что вы можете получить, это загрузить два из них. В одном будет обработан один список полностью, в другом другой список полностью. То есть ускорение больше, чем вдвое, вы вряд ли получите. И некоторые люди пытаются написать вот так вот, то есть распараллелить вот этот внутренний стрим. Это абсолютно бесполезно. Это ни к чему не ведет, хотя никак не документировано, нигде не написано, не делайте так в официальной документации. Но действительно так делать просто бессмысленно, потому что если вы посмотрите реализацию метода flatmap, первое, что он делает с вот этим стримом, это вызывает на нем точка sequential. Поэтому будет все то же самое. Ну и, кстати, если вы все-таки вот это вот хотите распараллелить, то тут конкат само то для вас. Вы создадите два стрима, сделаете их параллельными, потом их конкатинируете, и он действительно будет параллелить вглубь. То есть он может там разбить каждый список на два куска, если надо еще на два и так далее. Если у вас много ядер, вы их все можете довольно эффективно занять этим образом. Ну, опять же, давайте не будем про параллельные стримы. Я постоянно к ним возвращаюсь, потому что они мне так нравятся, но я понимаю, что они редко полезны. Давайте вот поговорим про более насущные вещи. И для того, чтобы о них поговорить, сделаем такой метод, который нам возвращает стрим чисел от нуля до миллиарда. И будем с этим методом экспериментировать. Причем у нас есть еще переменная FlatMap, и если она не установлена, то мы это сделаем самым очевидным способом. Range от нуля до миллиарда. А если она установлена, мы сделаем это через внутренний стрим. То есть создадим стрим из одного числа миллиард, и потом, соответственно, создадим внутренний стрим, и мы с помощью FlatMap его распакуем. То есть в обоих случаях у нас получается стрим, который содержит числа от нуля до миллиарда, но они созданы по-разному, и в случае с FlatMap этот стрим немножко испорчен. Он будет работать практически нормально, если вы его используете, во-первых, для последовательных стримов, для параллельных мы знаем, в данном случае они распараллелятся вообще, а во-вторых, для некороткозамкнутых операций. Если же мы попытаемся применить короткозамкнутую операцию, ну, например, найти число в этом стриме, которое больше двойки. Понятно, что оно там есть, это тройка, например. Кстати, некоторые люди, они верят, что inStream.range, там точка animatch как-то может соптимизироваться и не обходить все эти числа, а сразу понять, что от нуля до миллиарда точно есть хотя бы одно число больше двух. К сожалению, это не так, и это вряд ли когда-либо будет так. То есть он честно будет обходить все элементы сначала, и для каждого тестировать условия, пока оно не выполнится. Но в данном случае это не страшно, потому что нам перебрать всего три числа, и мы сразу же найдем ответ. Однако, если мы FlatMap переменную установим в False, мы это выполним за 40 наносекунд, а вот если мы ее установим в True, это будет выполняться почти секунду на моей машине, то есть существенно медленнее. Все это из-за того, что FlatMap в силу деталей реализации не может остановиться внутри вложенного стрима. Никак. Ну, за одним исключением, но мы про него сегодня не будем говорить. То есть, если у нас вложенный стрим достаточно большой, то не надейтесь, что условие это сработает, и вы сразу же выйдете. Нет, вложенный стрим все равно переберется до конца, даже если вы заранее уже знаете ответ. Это, в частности, еще один из примеров, когда у вас краткозамкнутая операция, не гарантируется, что она переберет столько элементов, сколько вы ожидали. В частности, опять же, если мы там напишем Limit 5, то в случае FlatMap True мы тоже переберем весь миллиард. Еще хуже ситуация будет, если мы у стрима возьмем сплитератор. У стрима есть метод сплитератор, и у него мы можем вытащить один элемент с помощью метода tryAdvance. Если FlatMap false, ну, он нолик напечатает. Нам очень быстро тоже там какие-то считанные десятки наносекунд пройдут. А вот если FlatMap True, ну, казалось бы, ладно, пускай он не может остановиться внутри вложенного стрима, но мы подождем эту секунду. Но нолик-то он все-таки напечатает. К сожалению, чаще всего он напечатает вот это. Потому что, ну, может не напечатать, если у вас стоит очень большой хип, но в дефолтный хип в один гигабайт это не влезает. И можно легко понять, почему это происходит, из того, что я сказал выше. Я сказал, что FlatMap не может остановиться внутри вложенного стрима. Смотрите, мы создали сплитератор, и через сплитератор читаем один элемент из стрима. В этот момент FlatMap весь вложенный стрим прочитывает. Но после этого мы можем сплитератор и дальше использовать. Мы можем захотеть прочитать второй элемент. А где мы его возьмем? У нас стрим уже прочитан, FlatMap не может отмотать назад. Единственный способ – это буферизовать все эти миллиард чисел. И они действительно буферизуются, создается в памяти буфер на миллиард целых чисел. Для этого требуется 4 гигабайта памяти. Соответственно, память у нас внезапно кончается. Вы можете сказать, ну, что я, сумасшедший, что ли, вызывать метод сплитератора, и у него еще дергает 3Advance. Вряд ли кто-нибудь из вас вызывал метод сплитератора. Но на самом деле его можно вызвать неявно, потому что какие-то библиотечные функции его могут дергать. В частности, например, хорошо известный вам concat. То есть, если мы еще раз возьмем FlatMap True, просто суммируем элементы нашего стрима, это хорошо, отлично сработает. Если мы найдем первый элемент, это будет не короткозамкнутая, но тоже сработает. Там секунду подумает, не страшно. А вот если мы возьмем concat, добавим в конец стрима еще единичку. Опять же, если мы суммируем, это будет работать вполне логичное время. Примерно столько же, сколько делать не суммирование. А если мы у этого стрима просто хотим найти первый нолик, что, казалось бы, вообще тривиальная операция, то в этом месте мы тоже падаем с out of memory. Потому что concat в силу своей реализации он вызывает сплитератор у обоих стримов, которые мы конкатинируем. И если у нас терминальная операция не короткозамкнутая, ой, наоборот, короткозамкнутая, то они обходятся через try-advents, и мы натыкаемся на ту же самую проблему. И, может быть, вы подумаете, что concat и flatmap нечасто встречаются вместе, но они у нас буквально несколько слайдов назад встречались вместе вот в этой операции all nodes. И мы можем попытаться это протестировать. Но понятно, что стрим из миллиарда целых чисел это довольно искусственный пример, а вот какое-нибудь такое дерево, оно вполне может в вашем приложении встретиться. У нас есть корневой узел, есть ребенок, и у него еще миллион детей, например. И у нас два теста. Один — это просто посчитать число узлов в этом дереве, а другой — это, соответственно, что-нибудь найти, но мы такой тест запустим, чтобы ничего точно не нашлось. Опять же, это не оптимизируется. То есть в данном случае у вас, честно, все узлы будут перебраны, но при этом именно короткозамкнутым способом. То есть если будут создаваться промежуточные сплетераторы, то они будут перебираться через try-advents. И мы видим, что хотя каунт вроде бы по сути более сложная операция, там нужно что-то считать, а тут просто вернуть да или нет, но AnyMatch работает больше, чем в два раза медленнее. И жрет памяти вот как раз на 4 мегабайта больше, потому что нам нужно хранить все это дерево. В дереве примерно миллион элементов, нам нужен там буфер из миллиона ссылок, и в режиме компактных ссылок нам для этого нужно как раз 4 мегабайта. Вот они и съедаются. Ну и, кстати, если вы смотрели раньше внимательно, вы поняли, что конкат можно заменить еще одним флотмэпом. И давайте это сделаем. Вот берем конкат, заменяем на стрим из двух стримов, а потом в конце подписываем флотмэп фанкшн айдентити. И если вот таким образом изменить этот олднодис, то проблема чудесным образом исчезает. То есть в случае с каунт работает чуть-чуть медленнее, но там в пределах погрешности. Может быть, это и ничего не значит. А вот во втором случае работает с той же скоростью, что и каунт, и вот эти дополнительные 4 мегабайта уже никто не кушает. Но только не подумайте, что я рекомендую вот так вот писать. Во-первых, это странный код. Во-вторых, у него есть другие подводные камни и на определенных конфигурациях деревьев с другими условиями у вас будут проблемы. Ну, в частности, если код с конкат, он хоть иногда, хоть частично сделает короткое замыкание, то этот код никогда его не сделает. Если уж говорить о том, что я рекомендую, то я рекомендую писать вот так. Потому что когда у нас стоит такая задача, мы можем к ней, именно к этой задаче подойти специально и решить именно ее, решить ее более эффективно, написав специальный сплитератор, который как раз дерево эффективно обходит. То есть тут мы первым параметром указываем узел, с которого мы начинаем, и вторым параметром указываем функцию, которая по узлу умеет сгенерировать стрим его непосредственных детей. Ну, или null, если детей нет. Вот. На самом деле вот эту вот проверку на nchildren из empty вопросик, ну, можно убрать, но она добавляет производительности, хотя на самом деле не так уж много. И если мы вот этот вариант запустим, он, во-первых, в обоих случаях оказывается быстрее, во-вторых, он совершенно не жрет дополнительной памяти, как раз потому что у нас вот эти стримы из одного элемента нигде просто не создаются. Давайте еще поговорим о такой штуке, о взаимодействии стримов и итераторов, но даже не про это, а скорее про стримы и циклы for. Вот многие жалуются, что с появлением стримов у них отобрали старый добрый цикл for, который они так любили. Дело в том, что если у вас есть стрим, то, казалось бы, естественно, было бы написать for там, тип, переменная, двоеточие и вот этот самый стрим и обойти его вот в обычном нашем любимом цикле for. Ведь если подумать, цикл for гораздо лучше, чем вот это вот альтернативное for each, которое нам подсунули. Во-первых, он появился давно, а for each темная лошадка, мы про него ничего не знаем. Если вы хотите пошагово отлаживать цикл for, вы это можете спокойно сделать. А вы пробовали пошагово отлаживать стрим? Кто-нибудь пробовал? Есть несчастные люди в этой аудитории. Если у вас вдруг внутри стрима случился exception, то вы увидите, что там stack trace строчек на 10 в лучшем случае длиннее, чем если у вас в цикле for он случился. Это вам загадит логи, в конце концов у вас кончится дисковое пространство, и ваш сервер благополучно упадет. Такая эффективная DOS-атака внедрением стримов может быть сделана. Вы можете из цикла for спокойно кидать check-it-exception, вы можете использовать изменяемые переменные, которые были объявлены перед циклом, вы можете легко выйти из цикла for по брейку. С for each этого всего сделать можно только со страшными извратами. На stack overflow люди сильно матерятся на эту тему, придумывают какие-то обходные пути. Чем же хорош этот for each? Только параллелизмом. Да кому он нужен, этот параллелизм? Самое главное, чтобы цикл for работал со стримами, в stream API не хватает ровно вот столько текста. Надо было в интерфейсе stream подписать extends, iterable и в угловых скобочках t. И все. После этого все бы работало. Вы бы могли обходить стрим циклом for. Никаких подводных камней. Все тесты бы проходили, все бы было прекрасно. Но этого не сделали. И разработчики JDK терпеливо объясняют, что iterable вроде как можно обходить много раз, а стрим нельзя, и чтобы люди не путались, мы этого не сделали. Хотя на самом деле в контракте iterable этого не написано. И на самом деле людям-то это не нужно. Людям нужен цикл for. Кто считает, что разработчики JDK зря не дописали вот этот вот extends iterable? Зря не написали, да. Что надо было написать extends iterable, чтобы у нас было счастье. Ну, человек пять, по-моему, руку поднимали. А кто считает, что правильно нечего, вот как написали, так и должно быть, потому что они лучше знают. О, вас больше. Интересно. А кто знает, кто такой Джошуа Блох? Поднимите руки. Джошуа Блох кто такой? Знаете? Вот не так давно он открыл для себя стрим API. И те, кто буквально человек пять, которые подняли руку первый раз, вы можете радоваться, что Джошуа Блох на самом деле на вашей стороне. Причем от отчаяния люди придумали даже обходные всякие способы, что с этим сделать. Ну, вот один из этих способов выглядит вот так. Слава метод референсам и дефолтным методам интерфейсов можно написать стрим двоеточие двоеточие итератор и кастануть его к iterable. И после этого его можно обходить в цикле for. На что, соответственно, Джош вот таким вот образом прокомментировал. Разработчики сторонних библиотек вроде меня, которые расширяют стрим API, естественно, дописали этот Extensive Array был несчастный. Нам как бы несложно пойти на поводу у публики. И можно вот, если вы стрим замените на стрим x, спокойно его обходить в цикле for. Но не забывайте одну вещь. Если у вас в стриме формируется большой flat map и вы вот это вот все-таки сделаете, то что мы увидим? Естественно, мы увидим out of memory error. А через for each мы бы его спокойно обошли. Просто потому что когда мы это делаем, там создается итератор, итератор обходит это по одному элементу, они все сразу, через has next и next. Этот итератор делегируется к сплитератору, к методу try-advance. А что со сплитератором try-advance происходит, мы уже знаем. Даже если у вас flat map выдает не очень большой стрим, все равно готовьтесь к тому, что вот это будет работать медленнее, чем цикл for each. Это к вопросу о том, что спрашивали Никиту Липского после его доклада. Быстрее ли стримы, чем вот старый добрый цикл for. В некоторых случаях, если вы это будете делать через стримы, это будет быстрее. И последнее, о чем бы я хотел с вами поговорить, это чтение файлов с помощью стрима API. Стрима API любят примерно за это. Представьте, у вас есть файл, в котором там юзернейм, двоеточие паспорт, юзернейм, двоеточие паспорт, и можете мысленно представить, сколько бы строчек у вас заняло, распарсить это на Java 7. А на Java 8, казалось бы, все прекрасно. Мы можем это вообще в одно предложение написать, single expression. Берем файл с lines, у нас стрим строчек. После этого мы мэпим его там. Получаются массивы из двух элементов. И потом вызываем collect, to map. И здорово у нас сразу же мэпка юзеров и паспорт. Все классно, все такое fluent-fluent, все такое вау-вау-вау. Здорово. Или нет. Вам не кажется, что здесь чего-то не хватает. Правильно. Файлы-то нужно закрывать. Мама-то нас учила, что файлы закрывать нужно. Чтобы закрыть файл, нужно закрыть стрим, который мы создали. А если мы закрываем стрим, то код уже становится не такой вау-вау, не такой fluent-fluent. У нас декларацию, инициализацию переменных пришлось разнести. У нас потребовалось завести вот эту промежуточную переменную стрим. Travis resources появился. Ну, понятно, что это лучше, чем если бы мы писали на Java 6 с помощью файл. Но все равно доги грустит при виде этого кода. И грустит не только доги, грустят другие люди и пытаются каким-то образом взломать систему. Один из этих людей это Лукас Эдер, автор замечательной библиотеки Juke, о которой так много говорил предыдущий докладчик. Ну и так как у него SQL, а SQL это ресурс, соответственно, сдружить SQL со стримами, он, насколько я знаю, в Juke это уже сделал, но ему, естественно, не нравится, что эти ресурсы нужно явно закрывать. И он вот на Stack Overflow как-то поднял такое обсуждение. То есть, казалось бы, идея очень простая. Мы же всегда знаем, у нас есть стрим, у него есть терминальная операция. И после терминальной операции ресурс вроде как не нужен. Ну и давайте возьмем этот ресурс после выполнения терминальной операции автоматом закроем. Причем, так как стрим это интерфейс, мы можем спокойно написать собственную реализацию этого интерфейса. Ну как, собственно, я вот у себя в библиотеке StreamX делаю. Делегировать ее к обычному стриму, переопределить все терминальные операции, вызвать там терминальную операцию исходного стрима и после этого вызвать метод Close. Кто считает, что это классная идея и это сработает? Ну да, есть люди, которые так считают. И, в принципе, на первый взгляд действительно кажется, что сработает. Но если вы начнете это делать, вы поймете, что есть два вида терминальных операций. Я не знаю, как их правильно назвать, но я их назвал нормальные и причудливые. Причудливые операции это операции с внешним обходом, это как раз наши любимые друзья итераторы с плитератором. Они нам портят всю картину, потому что после того, как мы их вызываем, это тоже терминальные операции, стрим вроде как использован, но ресурс за стримом, он все еще нужен. Мы бы не хотели ведь, чтобы при вызове итератора у нас весь файл читался в память. Мы хотели бы, чтобы после этого мы там вызывали has next next и он читался постепенно. И то же самое со сплитератором. Однако по контракту итератора и сплитератора мы имеем право свободно в любой момент взять и бросить эту итерацию. У них нету там какого-то метода типа завершить итерацию. И поэтому нет надежного способа узнать, когда, собственно, нам стрим больше не нужен. Только если мы его не закроем явно. Ну вот я стал думать, а может быть есть какое-то решение. Может быть можно как-то стримы спасти. Я стал гуглить how to save the stream. Узнал, что в Англии живет такая девочка Саманта, которая спасает стримы. Я у нее спросил, что делать. Она сказала, используй FlatMap. И я подумал, старый друг FlatMap, как же я не догадался. Ведь если пойти и почитать документацию к методу FlatMap, то там написана такая чудесная вещь. Каждый созданный мэп-стрим закрывается после того, как его содержимое будет помещено в текущий стрим. То есть смотрите, это замечательно. Вот любой стрим, который наш мэп перевернул, FlatMap гарантирует, что этот стрим закроется. Это здорово. Это то, что нам нужно. Мы можем не закрывать стрим, пусть FlatMap это за нас сделает. Вот, например, мы можем написать вот так. Чуть-чуть длиннее, но все еще флюент-флюент. Мы вместо того, чтобы сделать стрим строк, мы делаем еще стрим офф, и у нас получается стрим стрим офф строк, который содержит один элемент. И после этого с помощью FlatMap function identity мы его снова превращаем в стрим строк. И дальше все то же самое. Кто считает, что это сработает, и файл действительно закроется, и по производительности мы не проиграем, и по памяти мы не проиграем, и вообще тут нет подводных камней. А кто считает, что тут все-таки есть какой-то подвох? О, отлично. Вот я вас поймал. Я постоянно вас ловил, и вы уже ожидаете подвоха. Нет, тут подвоха не будет. Этот код действительно работает. Нет, файл закроется. Ничего в память буферизоваться не будет по производительности, вы не проиграете. Более того, даже если у вас в файле будет строчка, в которой нет двоеточия, и у вас там создастся массив из одного элемента, и R1 кинет RAindex out of bounds exception, даже в этом случае файл закроется. То есть это решение работает. Но оно работает хорошо, только если у вас терминальная операция, во-первых, не причудливая, анормальная, а во-вторых, она не короткозамкнутая, потому что мы знаем, как работает FlatMap. Во-первых, он не умеет устроить короткое замыкание внутри вложенного стрима, у нас весь стрим стал вложенным, а во-вторых, если мы вызываем причудливую операцию, то он буферизирует. И тут мы понимаем, собственно, разницу. Если мы в первом случае сделаем сплетератор try-advance, то мы вычитаем действительно одну строчку, но на самом деле там еще внутри буферит reader, можем вычитать больше, но какое-то константное количество, если у нас гигабайтный файл, мы его не будем весь читать. Вычитаем одну строчку, файл не закрываем. А если мы используем вот это вот решение через function identity, ну или там идентичная лямбда, что то же самое, то тут у нас весь файл вычитается в память и файл закрывается, потому что FlatMap гарантирует, что файл будет закрыт. И из этого следует очень важный вывод, потому что есть люди, которым не нравится то, что FlatMap может неожиданно взять и все забуферизировать. И они не готовы с этим мириться и даже предлагают альтернативные реализации. Например, на stack overflow лежит такой небуферизирующий FlatMap. Там написан сплетератор, который оборачивает стрим и создает новый стрим. И после этого реализация FlatMap, которая вам никаких буферов в памяти не создаст, даже если у вас там какие-то очень вложенные эти FlatMap, все будет вроде бы классно. И казалось бы, в вашем Oracle сидят ленивые сволочи, вот даже люди написали готовый код, возьмите себе, вставьте в Java и у вас будет все классно. Но нет, это не сработает, потому что FlatMap обещает, что файл будет закрыт. А такая реализация, она этого обещать во всех случаях не может. То есть у вас просто поменяется поведение, которое специфицировано. Так что, к сожалению, стримы никак спасти нельзя и Саманта очень грустит. Вот на этом все, что я вам хотел рассказать. Меня иногда еще спрашивают, почему ты вот так вот про стримы рассказываешь, всякие гадости. Но на это я могу ответить такой поговоркой. Друг это тот, который все про тебя знает, но все равно любит. Я про стримы знаю достаточно много, но при этом они мне все еще нравятся. И я считаю, что это классная штука. И если вы используете стримы, то это здорово. Спасибо вам большое, что слушали. Здесь некоторые способы со мной связаться. Не знаю, остались ли время на вопросы, но я здесь буду весь завтрашний день, так что можете меня ловить и что-нибудь спрашивать. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok